Всем привет! Вы на канале Наставник, и в этом видео я расскажу вам, как выигрывать в ставках на теннис. Есть только один способ заработать на ставках. Это найти валуинную ставку или математическое преимущество над линией букмекерской конторы, которая сопровождается, как правило, последующим падением коэффициента на выбранную ставку. Валуинность ставки должна превышать маршрут букмекера, за счет которой конторы и зарабатывают. Теннис. Этот вид спорта – одна из наиболее интересных и разнообразных статей дохода. В первую очередь, все стоит разобраться с турнирами WTA, ATP и ATF. И в чем отличие? Первые две категории – профессионалы высокого уровня со стабильной игрой, женский и мужской соответственно. В ATP туре выступают несколько профессионалов с мощной подачей, за счет которой удается добиваться неплохих результатов на харде. А по пониманию вероятности тайбрейка можно сделать выгодную ставку на чет или нечет. Но стоит понимать, что индивидуальные виды спорта менее предсказуемые, чем командные. В них есть много факторов, влияющие на результат события. Появляется дополнительная опция «Слить матч». Не обязательно за деньги, причин может быть масса – от болезней или семейных проблем до банальной лени. В таких матчах предсказать заранее что-либо достаточно сложно, не обладая информацией. В WTA туре играют сестры. Случается, что пересекаются между собой. Как вы думаете, каков шанс, что матч принципиальный и обе теннисистки выкладываются на 100% своих возможностей с целью одарить соперницу? ATF турниры еще менее предсказуемые, поскольку не всегда букмекерам удается собрать статистику по игрокам и выставить верные коэффициенты. А если у теннисистки первый турнир, как определить ее потенциал? Думаете, она конечно же проиграет? А если это восходящая звезда? Спрогнозировать победу сложно, но скорее всего матч закончится в двух сетах. И тотал меньше по геймам выглядит весьма привлекательно. Шанс, что две теннисистки разного уровня игры, разного возраста сойдутся на корте и начнут бороться за каждое очко, очень сомнительный. Так как же правильно подобрать турнир для ставок на тотал меньше по геймам? Чем меньше призовые, тем слабее участники, и следовательно рекомендую выбирать турниры с призовым фондом до 10 тысяч долларов. И обязательно просматривать статистику участниц. Еженедельно на одни и те же турниры ездят одни и те же участники, или вернее сказать выступают там, где тренируются. Поэтому половину участников составляют хозяева страны. У мужчин победа в гейме зависит от подачи, и они как правило удерживают свою подачу, даже если разный уровень игроков и разгрома может не произойти. В женском соревновании разница в классе сразу же отображается на счете, нередки в случае 6-0-6-0 в двух сетах. Но в любом случае, если вы хотите сделать ставки на теннис, нужно полностью отдаваться этому виду спорта. Не факт, что из этого что-то выйдет, но есть куча примеров, где люди успешно анализируют этот спорт. Хотя тут скорее всего нужно добавить слово «только». Не торопитесь отказываться от турнира или чемпионата по 2-3 минусам подряд. Профессиональный беттер играет все, что приносит доход на дистанции. Если в каждой вашей ставке будет перевес, то прибыль – это лишь вопрос времени или вопрос количества ставок. Почти все букмекеры негативно относятся к профессионалам и не готовы делиться частью своей прибыли, постепенно выселяя его из системы, начиная с порезки размера ставки или задержки выплаты. Чем проще обыграть букмекера, тем тяжелее получить с него свой выигрыш. Кстати, это видео входит в серию роликов о заработке на ставках в разных видах спорта. Все видео выйдут в специальном плейлисте, который появится на ваших экранах. Спасибо за просмотр, до новых встреч.